Живая женщина Наталья перевела на ПФР. И видите, что у них началось? Они мне звонят, вот прилетели ваши по 10 рублей, что нам делать? Деньги идут за границу. И у них началась истерика. У вас что, они там мешают? Что-то тут нечисто. Они вам мешают, да? Паспорт СССР, раз он тут есть. Убрать теперь со своих вот этих счетов, эти 10 рублей, они не могут. И они им мешают, у них баланс не сходится. Ну у нас же не сходится, а мне какая разница? Ну я и рада, что не сходится. А по факту они сейчас мои должники. У них все посчитано, и весь этот обман, нас, он посчитан до копейки. Они даже рубль затыркнуть не могут. Друзья, вот такой интересный вопрос возник. Может быть есть какие-то бухгалтера, или может быть кто-то в пенсионном когда-то работал. Ну вряд ли, конечно, у них там какой-то уровень секретности, но все равно. Вот смотрите, суть. То есть я там видео выкладывала, да, эти голосовые записывала, ой, видео, ну голос у вас с оператором Сбербанка. Вот смотрите, я короче сделала конклюдентные действия, нашла в свободном доступе счета, ну скажем, ПФР, да, и кинула там по рублю за свои вот конклюдентные действия. В назначении платежа написал там признание прав человека, признание прав живой женщины, признание прав советского, ну по-разному. За шапку векселя, за акцент векселедателя, акцент исполнителя. Ну в общем, сделал себе такие чеки информативные. Это тут писала Фио, плательщика, то есть наверху он пишет плательщик, фамилия, ну как по паспорту, капслоком. А тут вот я забила живая женщина Наталья, у меня такие хорошие чеки получились по рублю. И тут я смотрю, что расчетный счет везде, вот этой ПФР, расчетный счет 643-м кодом валюты идет, а корс счет идет 810-м кодом валюты, то есть у них два счета, вот этих, ну они вместе, один в одной валюте, другой в другой. Я звоню Сбербанку, ну там не сразу, в общем, и мне наконец девушка ответила, вот видела, которое не открылось, я выкладывала сейчас. Что, раз вот у них расчетный счет в 643-м, то это либо организация находится за границей, либо деньги идут за границу. И вот получается, я сделала эти конкурентные действия, там по рублю, господи, такие мелочи, да. А не получилось ли, что эти деньги мои по рублю ушли вообще неизвестно куда. И вот я думаю, сейчас у меня возникают большие вопросы к Пенсионному фонду России, то есть у них в открытом доступе вот эти счета находятся, да. Ну я считаю, если они в открытом доступе, человек может взять и кинуть туда что-то, почему нет? То есть все, что не запрещено, разрешено. То есть нет такого закона, где написано, что вы не можете взять в свободном доступе какой-то счет расчетный, чей-то кинуть туда деньги. Ну нигде такого не написано, абсолютно. Сделать как бы, ну просто вот кинуть, пусть там они, может там, на увеличение пенсии пенсионерам инвестируются, и какая разница. Ну факт тут что? Получается, что у них что-то тут с этими расчетными счетами, то есть, либо, ну возможно, правда она зарегистрирована за границей, это, причем получатель идет Управление Федерального казначейства. А тут идет, ну да, да, Управление Федерального казначейства, отделение Пенсионного фонда России. Ну допустим, вот у меня улетело по Москве и Московской области, и улетело еще и в Омск, и у них началась истерика. Вот они мне уже несколько раз звонили, умоляют забрать эти деньги назад. Вот, что вы думаете по поводу расчетный счет у них, везде у меня вот этих чеков, наверное, около десятка, везде написано расчетный счет 643-й код валюты, корсчет 810-й. При этом я платила, также через Бирбанк онлайн на телефон кидала, посмотреть тоже, как будет рубль, по-моему, кинула. Там идет расчетный счет и корсчет, в 810-м оба. У кого есть соображения? Мне кажется, что-то тут нечисто. А самое главное, есть вопросы к этому пенсионному, что это за счет у них такой интересный. И куда, допустим, я этот рубль кинула, ну там не рубль, уже больше получается, и куда, интересно, они улетели. Они улетели ли они во вражескую страну, в недружественную, скажем, в это вот сложное время. Просто интересно, куда они могли улететь. Гони рубль, родственник, неопонятно, рубль должен был. Два. Два, два! Вот, интересно, ну я вам же письменное пришлю, а мне писать, вы мне звоните из Москвы или из Омска? Ну вы же в Омске, платили до Омска. А, Омска, ну так вот я сейчас как раз составляю письмо туда, и я объясню, за что это, и как бы вы мне ничего, вернее, как, вы мне многое что должны. А мне не важно, куда они попали. А я к вашему статусу, наверное? Нет, девушка, это не к статусу. Дело в том, что мне как к вам обращаться? Иванова Наталья Александровна. Наталья Александровна, тут дело не в статусе, а дело в том, что я оплатила в систему за определенное, то есть я сделала определенное конкурентное действие. Что это за действие, я вам опишу. То есть у вас что, они там мешают? Повисли где-то и мешают? Они вам мешают, да? Ну они как, ну, они просто поступили не подозначить. Ну это не имеет значения. А по какому, а по какому закону вы должны мне их вернуть? Не, ну просто мы, вернуть мы будем возвращать, конечно, на основании вашей уважения. Если хотите вернуть, то я отдам людей. Просто мы решаем... Вы знаете, я... Я знаю, что она не туда, да. Я искала реквизиты, но вот нашла только такие. Я пенсию получаю у вас, я получаю не пенсию, я у вас же получаю страховку вот этого мигранта. Ну страхового мигранта, как там, страховку мигранта. Мы же у вас как мигранты записаны. Хотя я получила, вот я и сейчас собрала комплект документов и буду вам отсылать. Потому что я получила с госархива, с областного ОМВД, что я не являюсь гражданкой РФ. А вы там обманули. У вас вообще есть огромное передо мной обязательство. Это у вас огромный передо мной долг. Это вообще вы должны не компенсировать большими деньгами. Потому что, во-первых, вы меня написали, я в оплатное дело брала и смотрела. Я там записана, что я родилась в РФ, оказывается, в 1900, а 60... Нет, вы сейчас меня услышите. Я не девушка, я уже бабушка. Я понимаю. А, вы с банковской группой. Все поняла, поняла. Поняла. Да какая вам разница? А какая вам... Вы хотите мне кинуть... Вы хотите мне кинуть эти деньги назад? Это только по моему согласию. То есть я перевела... А там адрес же есть на чеке. Или вы не видите? В одном сочинке район, в другом сочинке, поэтому я уточняю... Странно. Почему поселок? То есть вы хотите мне ответить? Вам нужно сказать адрес почтового ящика моего? Да, ладно. Хорошо, до свидания. Ты бесполезна. Почему? Нет, не бесполезна. Нет, ну вы ответите, вы пока помажете. Нет, нет, вы не хотите разговаривать. Ну давайте вы мне... Если вы хотите мне написать что-то, ну я вам могу сказать свой почтовый ящик. Вот вы можете мне прислать какой-то там ответ, но я вам честно скажу, что деньги вы мне возвращать не должны. То есть я, как бы, вашу банковскую группу... Ну вы удовлетворены моим ответом? А этот детектив правильный вопрос. Ну я тоже. Всего доброго. То есть я сделала конкурентные действия, перевела... через Сбербанк Онлайн за там шапку векселедателя, за признание прав советского человека, признание прав живой женщины, перевела на ПФР. И у них прилетели там по 10 рублей, ну вот эти конкурентные действия. И видите, что у них началось? Они мне звонят, вот прилетели ваши по 10 рублей, что нам делать? Мы вам ответ... Ну сначала, вот я не сразу записывала, или назад вам, или ответ. Ну я сказала, что назад не надо мне. Ответ, пожалуйста, можете присылать. Вот. Интересно. Итак. Ну техника у меня на грани фантастики. Я, конечно, извиняюсь. Но, в общем, короче, вот так у меня один смартфон и второй смартфон. В общем, короче, я сделала конкурентные действия. Я их делала для того, чтобы послать вот эти лекселя, декларацию о самоопределении и волеизъявления в пенсионной. Я решила на него и сделать, ну, какие-то маленькие платежи. То есть я зашла в Сбербанк онлайн. До этого я этим кабинетом не пользовалась. То есть это все тут опытным путем. Зашла. Вот тут внизу платежи. Видно, да? Платежи. Дальше. Я на один телефон записала, сейчас на второй, потому что этот у меня без симки. Я извиняюсь. Платежи. Нажала платежи. Выбираю государство. Кручу вниз, выбираю другие государственные услуги. Кручу. Буду искать. Как оно тут? Господи, уже забыла. Оплата произвольной суммы. Ну, в общем, как бы объяснить я не могу ничего, потому что я это все делаю опытным путем. Так, ФИО. Вбиваю. Живая женщина Наталья. Продолжит. Адрес. Длинный адрес не дает писать. Ну, то есть сокращать надо обл. У-у. Так, ой, извиняюсь, свою руку навела. Так, сейчас я адрес забью. Так, адрес забила. Так, дальше смотрим. Тут есть адрес я забила. Дальше. Назначение платежа. За. А можно даже написать вот прям по развернуто. Платеж. За шапку векселя. Ну, так и напишем. Тут, по-моему, много можно написать. Как бы он особо не ограничивал меня. За. Ну, шапку возьмем в кавычки грамотно. Я не знаю, как надо. Вот я пробую. За шапку. Векселя. Дальше смотрим. Ой, наверное, нету. КБК. Опять я беру от пенсионного местного. Но почему-то потом получается, что деньги вообще в другую область уходят. Ну, не суть. 392. То есть я проплачиваю вот эти конкурентные действия делаю. И чтобы в чеке было написано за что. Можно это, я так поняла, не делать, а просто приложить чек. И вот я не поняла, то ли писать на нем, то ли не писать. Не знаю. Так, КБК. Продолжаем. Так. Теперь. Вот это ОКТМО. Забиваю тоже с пенсионного. С местного. Но я говорю, потом получается, что у них там, в общем, видать, неразбериха, и куда-то деньги уходят. Так. Так, продолжить. Вид документа. Ну, давайте опять возьмем паспорт СССР, раз он тут есть. Можно тут поэкспериментировать. Паспорт СССР, ну, раз он дает. И номер я пишу. Ну, правда, девятка должна быть римская, но он не дает римскую сделать. Ладно, фиг с ним. То есть, по факту, он должен был написать мне, наверное, что ошибка, а документ не действующий. То есть, я вбила паспорт СССР. Вот, я забила. Но... Только... Сейчас посмотрим. Цифра не римская. Ничего, он не пишет. Значит, все нормально. Осталась сумма. Ну, сумму мы будем рубль платить. Родственник! Эй, родственник! Или рубль! Родственник! Мне, Фоня, рубль должен был... Два! 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 Продолжить. Так, проверяем. Живая жизнь. Так, вексель. Блин, ошибка тут. Ну-ка, мы ее, наверное, надо ее... Аплэ... Назначение платежа. Ошибку сделала. Блин, назад. Назад. Так, назад. Вексель. Ошиблась. Придется заново вбивать. Я извиняюсь. А может быть не придется. А, нет, придется. О-ка, ты могу вот это. Я извиняюсь. Надо все проверять. Вот один. Ну, хотя мне, в принципе, нужен чек по безналичке, на котором назначение платежа. Ну, как бы я так захотела. Это я опять сейчас делаю. Паспорт выбираю. СССР. То есть, Сбербанки, вот, в платежах у них паспорт СССР есть. Номер я ввожу. Еще раз говорю. У меня римскими цифрами КН. Так, но... А тут вот 9... Ну, вернее, римскими 9. Он не дает тут римскими писать. Не дает. Ну, ладно. Так напишем. Ну, по факту, это как бы другой документ. Но уж мне не знаю. Я не знаю. Что там? Мозги не сломаются у этого искусственного интеллекта. Он офигеет сейчас, наверное. Паспорт. Сумма. Сумму опять мы пишем. Рубль. Продолжить. Все. Забила. И получается, за шапку векселя. Плачиваем. Так, смотрим. Чек по операции. Чеки иногда не дает... Как бы скачивать не дал. Так, а куда ушло оно? Вот интересно. Я ничего не понимаю. Я в Билла то же самое. Значит, прошлый раз... Нижняя. Или этот же. Я уже, короче, офигела. Не, наверное, этот же. Я уже просто обалдела от этих... Как у них там все не туда. Так, отправить. Ладно, я сама себе отправляю в телеграм свой блокнот. Вот. Значит, за шапку я сделала. Теперь осталось чек за акцепт векселядателя и акцепт исполнителя. В общем, два чека. Ну, как бы, на это время уходит. Делаем. Опять платежи. Убираю государство. Другие государственные услуги. Крутим. Вот. Оплата произвольной суммы. Я поняла, что тут можно вбить свое. Фео. Фео опять я вбиваю. Живая. Женщина Наталья. Продолжит. Адрес. Извиняюсь. Ну, это вот кто думает, как... Ну, если хочет оплатить комплентные действия, и чтобы там было написано, за что эти комплентные действия. То есть, можно просто чеки приложить. Ну, вот. Это что такое? Ну, вот я захотела, чтобы там прописано было. За что? Так, адрес я написала. Значение платежа. Сейчас я пишу. За. Акцепт. Верг. Век Селедателя. Век Селедателя. Проверила. Дальше забиваю КБК. Опять беру с пенсионного Омского. Ой, хотя еще раз говорю, что он посылает вообще в другую область. Ладно. Фиг с ним. То есть, я как бы проплачиваю вот эти конкурентные действия в систему. Ну, в принципе, в систему. Все равно у них там оно, скорее всего, все в кучу куда-то идет. Но тут написано, за что? Не просто какой-то чек. Так. О, что-то лишнее написала. А, вот тут лишний нолик написала. Я уже запомнила эти цифры. В общем, понятно. В общем, понятно, что я тут делаю. В общем, я это делала, чтобы получились чеки. Сейчас я покажу, какие чеки. Сегодня опять... Здравствуйте, Антон. Сегодня опять звонили мне с местного ПФР. Это уже, получается, наверное, четвертый раз. То из Омска звонили. То есть им очень, видать, мешают вот эти мои так называемые конкурентные действия, да? Чеки, которые я оплатила через Бирбанк Онлайн на пенсионный фонд. Вообще-то России я платила. Но почему-то часть ушла в Москву, а часть прилетела, ну вот одно, по крайней мере, вот в Омск. Звонила мне бухгалтер. Я не стала записывать разговор. Ну, как бы самую суть хочу передать. Значит, она говорит, зачем вам это надо? Я говорю, вы понимаете, что такое конкурентные действия? Это действия, которые заставляют систему услышать человека. Вот что такое конкурентное. Вот, вы мне звоните. Вы же мне звоните. То есть вы начали реагировать. Я говорю, я к вам до этого обращалась, вот в этом месяце, с просьбой, чтобы вы мне выдали ваша структура местная клиентская группа вот эта вот. У нас сейчас идет, его как бы ликвидировали, но у них теперь оно числится, как клиентская группа, ну, в этом, в Муромцево, в Омской области, в районе. Я говорю, я к вам обратилась, чтобы вы мне сделали копию заверенную, этого блатного дела. вы, говорю, что вы меня отфутболили, сказали, чтобы я писала на район, ой, на областное ПФР, хотя она лежит тут, мы ее выписывали, она тут лежит, и мне ее показывали, но просто она какая-то была странная. Я хотела, чтобы она была заверенная. Я говорю, вы что, вы меня отфутболили. Я говорю, давайте уже лицом к друг другу повернемся. Вы же мне звоните, вам же что-то надо. Я говорю, мне тоже надо, делайте. Вот это, говорю, и есть конглюдентные действия, которые заставляют организацию, структуру делать то, что человеку надо. Ну, а как, говорю, а как вы хотели, говорю. То есть опять я ей, она мне предлагала приехать и написать какое-то заявление, чтобы, значит, на меня они эти деньги перечислили, потому что без моего заявления убрать теперь со своих вот этих счетов эти 10 рублей они не могут, и они им мешают, у них баланс не сходится. Мне, Фаня, рубль должен был. Я думаю, это вообще очень хорошая зацепка. Если бы все так делали и завалили их вот этими конгрубентными действиями, вот просто массово, они бы, наверное, повернулись к людям и что-то бы начали как-то взаимодействовать. Уже, ну, не с позиции, что мы просители, а с позиции того, что это они теперь просители. И там, скорее всего, на счете у них лежит не 10 рублей, а уже конвертированных, раз они им там мешают. Я так думаю, наверное. Хотя я не уверена в этом. То есть я должна сесть, съездить, заплатить за проезд и написать вот это им заявление. А мне это зачем? Я ей сказала, а мне это, говорю, мне это не надо. Вот меня это не колышет. Я, говорю, сделала то, что я считаю нужным, получила, какие мне надо чеки и буду действовать. Говорю, у меня вот пакет документов на Московский, этот пенсионный фонд, и на, ну, на ПФРССИИ, в Москву, как он там, главный, и на областной. А, говорю, ваша клиентская группа, она как бы меня не волнует. Ну, у нас же не сходится. Говорю, а мне какая разница? Я вас попросила сделать мне воплотное дело. Вы как отреагировали? Призывительно, и как-то они меня, ну, просто отфутболили, вот так вот разговаривали. Я говорю, вы как? А вы как хотите? Говорю, давайте, значит, как-то взаимодействовать по-нормальному. Вот такой был разговор. И у них, в общем, это получается в апреле закрывается квартальной. И, ну, они реально, вот, если бы они могли это убрать, эти 10 рублей, они бы просто их куда-то списали, убрали. Они ничего не могут сделать. Я думаю, эта система сама себе сделала вот такие вот крючки, за которые ее можно подцепить. Вот так получается. У меня это получилось случайно. Ну, как бы не совсем для себя делала, но хотела чеки красивые вот эти получить. А получилось вот как интересно, оказывается. Я думала, эти 10 рублей там затеряются. Ну, кстати, с Москвы еще не звонили, что к ним пришло. К ним эти, там, наверное, рублей 50 у них там разными чеками. Ну, вот, возможно, есть опытные люди, которые как-то смогут, может быть, какую-то рабочую схему из этого сделать. Вот интересно, что чеки-то я направляла или на прокуратуру, ну, в смысле, платежи, или на пенсионный. А они вообще поулетали. Вот куда попало? В какой-то центр эпидемиологии, еще куда-то. Вот вообще, в общем, непонятно. Брала реквизиты из интернета, там, побылась на разных сайтах. У меня цель была просто сделать чеки, в которых будет написано, там, признание прав человека, признание прав живой женщины. Я не знаю, делал и так кто-то, но я так и захотела сделать. А получилось-то вообще интересно. Вот в пенсионную. Больше мне ниоткуда не звонили. Потому что, как бы, вообще в другие области поулетало. Пока вот только с пенсионной. Но это меня подтолкнуло к тому, что я думаю, иначе я начну с пенсионного. Посылать вот эти волеизъявления туда и все это. Потому что я еще никуда не посылала. Так просто так, ну, получилось, как бы, сложилось так. Сама не знаю, что будет дальше. Потому что, ну, я там больше ее воспитывала, как бы, она там, получается, она просит меня. Ну, вот нам надо, пожалуйста. То есть, мы их ставим в неудобное положение. Ну, у меня по ощущениям идет, что тебе нельзя от них ничего принимать. ни почты, ни корреспонденцию. Они тебе просто могут эти денежки вернуть и все, тем самым обнули все твои действия. Они потом все скажут, а, она-ка, что-то вообще это. Сначала отправляет, типа, оплачивает, а потом возвращает. И все. Они баланс закроют. Вот сегодня она звонила из районного ПФР. Это уже второй раз или третий. Она начала мне рассказывать, где там какие застрахованные лица, на какие счета. Но я не стала слушать вот это, потому что не суть, у меня просто вообще я ничего не успеваю. Вон сижу, это пишу, отмена судебного приказа надо и сижу, сочиняю первый раз у меня такое. Они, в том-то и дело, что они не требуют, у них даже интонация другая, они просят. А раз просят, значит, мы все правильно делаем. То есть, по реакции системы сразу видишь. Или у них истерика начинается, как вот в ЗАГСе было, когда я ходила там, свои первые воли изъявления, подавала с этим запечатком пальца, она просто, у нее просто истерика была, она там кругами бегала, это работник, советник это. То есть, мы видим по их реакции, правильно мы делаем или нет. Если они спокойные, наглые, значит, все идет по их, по их нему. Если у них истерика и у них выбивает их, то есть, рушится эта матрица, значит, все правильно, мы делаем, как нам надо, раз у них клинит их. То есть, я вот это вот так вижу. И в том-то и дело, что они просят, пожалуйста, приедьте, они еще будут звонить. Ты сильно-то не обольщайся, то, что они культурно, вежливо просят, ты не значишь то, что ты думаешь. Это может быть первый этап, может быть, наоборот, случилась колоссальная для системы какая-то профанация, что полнейший коллапс, и чтобы не спалиться, они культурные, они обычно, если там какая-то хияж случилась, которую нужно срочно исправить, они звонят, и сразу наезжают. А когда не случилась не какая-то мелочь, фигня, там запятую забыли напечатать, а прям глобальное что-то, они пытаются это всячески скрыть, и звонят так культурно, а вы, здравствуйте, а вы, знаете, вот это, не могли бы вы там обратно вернуть? Да, хорошо, все. А если человек говорит им, а, нет, нифига, я ваш обман разоблачил, я ничего не буду, вот тогда не второй этап включают уже, но начинают конкретно наезжать. Так что я не думаю, что это какая-то мелочь, то есть это что-то серьезное произошло, раз они не звонят, ну это вообще, тем более, не первый, не второй, не третий раз, то есть уже несколько раз звонили, и постоянно себя культурно ведут, это о чем-то говорит. А вот тут местный, видать, областной пенсионный перекинул вот этот 10-рублевый этот долг на вот местный, а у них баланс не закрывается, то есть вот какой рычаг, у них тупо просто не закрывается баланс, а им надо его закрыть, потому что она говорит, мы отчет на Москву, это она мне в прошлом говорила, нам на Москву отправлять, и он у меня не сходится из-за ваших 10 рублей, ну я и рада, что не сходится, и хорошо, что не сходится, а сегодня я и сказала, вот этой женщине, ну блин, не записала, я затупила тут, что я говорю, вот смотрите, когда вам что-то надо, вы совсем по-другому со мной вот ласковым голосом разговариваете, ну когда я к вам пришла вот две недели назад по поводу копии выплатного, вы что мне сказали, ну не вы конкретно, ничего личного, а ваши же сотрудники, они там начали пальцы вером, идите туда, пишите в областной, езжайте, запрашивайте, мы тут ничего не решаем, мы ничего не знаем, вот так вот, то есть они мне ничего не дали, я говорю, вы как хотите, чтобы я что-то для вас сделала, а вы для меня ничего не делали, говорю, у нас же коммерческое право, то мне и тебе, ну вот давайте, делайте, потом посмотрим еще, заберу я эти 10 рублей или нет, вы, говорю, что для меня, вы для меня, что, вы чем мне звоните, я сейчас должна проехать, потратить свои деньги на проезд, потратить время, писать, потратить свою энергию, это же писать, это же тоже энергия, и вообще время потратить. А вы мне что за это? Я говорю, вот вы понимаете, что такое конклюдентное? Она говорит, зачем вам эти конклюдентные действия? Я говорю, а вы что, не поняли зачем? Чтобы вы лицом повернулись, чтобы вы со мной говорить начали, чтобы вы на меня реагировать начали. Вот зачем эти конклюдентные действия? Ну, я не сказала, что вы мой должник теперь, но по факту они сейчас мои должники. Без моего заявления они меня переправить не могут. На мой счет, без моего, как бы, у нас же все поделается по добровольному согласию. Я вот это не делала, волю свою не проявляла, да, получается. Они не могут мне тупо заставить меня забрать эти 10 рублей. Представляете, что получилось? Вообще прикольно. Я говорю, если бы это сейчас пошло массово, вот массово, просто тупо вот найти. Но это надо вот еще найти, покопаться найти, потому что я делала, говорю, 5 платежей на вот этот, по одному и тому же. У меня один улетел на Омский фонд пенсионный, два, по-моему, или сколько там, улетела на Москву, а другие улетели куда-то вообще в другое место. Как там у них это все, я вообще не знаю. Ну, так это хорошо, что она улетела, зато посмотрите, сколько мы узнали. И как они разговаривают, я даже, так обычно же как, они звонят пальцевером, а тут они прямо, ой, вот, пожалуйста, вот не сходится, вот что же нам делать, да у нас не закроется, да нам на Москву, а как же мы отчет будем делать? Да мне пофиг, как вы будете отчет делать. Я вас спросила, вы мне не сделали ничего, а сейчас мне пофиг на вас. Ох, Наташ, ты что-то вскрыла очень важное. Я думаю, еще они почему заявление хотят, потому что заявление по канонам, если ты напишешь именно заявление, то ты присоединишься к их договору. И получается еще и присоединишься к их публичному договору, который они все опубликовали. И плюс еще у тебя будет возврат этих денежных средств. Они там, допустим, ну там, возможно, еще какая-то прокрутка идет через кода, то есть ты им там 10 рублей, рубль зачислила, а у них пришло там миллион. Афоня! Гони рубль, раственник, не Афоня! Рубль дал, как бы! Два! 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 А они хотят, чтобы ты вернула сама себе рубль от этого миллиона. И все. И чтобы у них баланс закрылся. Они отчитаются, что они тебе миллион отдали. Понимаешь как? Тут что-то интересное творится. Не, они про Иркутск не знают. Им пришло, они только по своим 10 рублям. Вот и удивительно, что пошло, что-то в Иркутск улетело, что-то там, по-моему, даже куда-то еще там улетело. Вот на прокуратуру я посылала, а оно улетело в какой-то центр эпидемиологии вообще какого-то другого города. А я брала как с какого-то сайта, вот как дополнительные что-то там, какие-то штрафы, иные платежи, другие платежи. Думаю, окину-ка я, потому что я с прокурором переписывалась по поводу того, что я ему выставила уведомление, по поводу, что я не акцептовала вот эти все указивки, вот эти распоряжения губернатора, оферты эти. Я это не акцептовала. Акцептовала я там права человека. И я это для себя не ввожу, не применяю. И меня это не касается. И я вот такие всем разослала, ну всем не разослала, разнесла прям под подпись, там под входящий, ну во все основные структуры области. ФСБ областной, УМВД, военной прокуратуры, главный управление МЧС, департамент транспорта. Потому что боялась я, что введут QR-код на транспорте, как я буду ездить к внукам. Я пошла туда, они мне тоже этот, ну как-то я считаю, акцепт поставили. Я им написала, что я это не акцептовала, акцептовала вот это, я свободна, я везде передвигаюсь, и никто не имеет права меня задерживать, ни в мирное, ни в военное время. Я вот так и написала. Я им свою аферту, они поставили, ну типа акцепт, я понимаю. Я вот эти аферты, кучу целых, 11 штук, по-моему, написала. И все ответили, ну либо, ну вот как мне ответило, законодательное собрание мне ответило, и УМВД областное, что приняли к сведению. Вообще круто. ФСБ ответило, что оставим без ответа. Ну тоже хорошо, как бы, нечего сказать им, короче. Военная прокуратура МЧС переслали векселя тоже, я так поняла, как они мне образцы, ну я могу потом это все скинуть. Они переслали в Роспотребнадзор, их сделали как типа должниками, а Роспотребнадзор уже потом мне большую-большую бумагу писал. И вот МЧС областная написала о Роспотребу, что они нарушили мои конституционные права. Вот так написали. Я это делала, ролик этот, выложила на Ютуб, вот на свой канал, вот этот правильный вопрос я сделала канал на Ютубе. А этот детектив правильный вопрос. И мне, конечно же, заблокировали и удалили его. Написали, что я отдаю неверную медицинскую информацию. Потом какое-то время прошло, и сейчас меня опять заблокировали на неделю. Вот как раз я рассматривала пенсионное удостоверение, вот так увеличено, и рассуждала на эту тему. И они, короче, меня заблокировали на неделю, я теперь не могу зайти вообще на Ютуб, не то что на свой канал, я даже на Ютуб не могу ничего посмотреть там. Ну, он скидывает, он не дает мне. Я там и выходила уже, как с этого аккаунта, с этого Гугла. В общем, бесполезно. Я не могу на Ютубе ничего смотреть. Он меня вообще сам вот весь Ютуб мне не дает. И я что-то смотрю или в Телеграм, или там ВКонтакте как-то, но на Ютуб не дает. Так вот, я рассматривала пенсионное и рассуждала. Ну, а раз они это делают, значит, я только убеждаюсь в том, что я иду, я делаю правильные вещи, просто надо их как-то научиться делать, ну, как-то аккуратно. Ну, и вот. И люди мне вот, ну, как бы пишут в Телеграм, что они заходят на мой канал, они там смотрят. И я вижу, что подписчики, ну, я вот вижу, что добавляются там подписчики. Ну, я буквально сделала, наверное, три недели назад, недавно. А я-то туда ничего не могу ни зайти, ни посмотреть, ни написать, и вообще на Ютуб, что-то на Ютубе посмотреть, мне ничего не дает он. Вот так вот. Вот такая у меня сейчас ситуация. Вот я сейчас как бы сижу, вот. Поэтому я сделала вот эту группу правильные вопросы в Телеграме, правильные вопросы, и уже набились люди по поводу, сейчас я ходила, брала квитанции по ЖКХ, вот эти, не квитанции, а справка, форма 2.22, с синей печатью и с подписями бухгалтера, ну, там, начальника и бухгалтера. Что, короче, по вот этим, по прошайкам есть долг, а по печатью синий нету долга. Они же тоже сейчас, у них проблема не решена. Если я сейчас все, ну, сделаю, заберу эти деньги, они про меня забудут завтра. Они забудут через минуту про меня. А мне это не надо. Мне надо, пускай они думают про меня. И думают, что им делать. И как у них, и премии у них не будет, у них баланс не сойдется. Вот пусть они сейчас думают. Пусть они сейчас думают. А я буду им эти правильные вопросы задавать. А этот детектив, правильный вопрос. Ну, они не могут, она сказала, мы не можем, ну, как надо ваше заявление, чтобы мы вам отправили. Если они мне напишут, ну, я сделаю, напишу без акцепта, также этот конверт, заодно потренируюсь и пошлю им назад. Напишу без акцепта, без договора. У меня же нет с ними никакого договора вообще. Как я могу взаимодействовать с юрлицом и вообще вести какие-то с ними переговоры, если договора нет. Нет договора, нет разговора. И так и написать, что без акцепта, нет договора, я вас не знаю, и все. Они не могут без моего согласия, без моего заявления, они не могут эти деньги. У них на каждую перевод копейки, я не думала. Я думала, там бардак у них. Ну, как, типа же говорят, грабят пенсионеров и все такое. А у них, оказывается, этот бардак, очень весь, наверное, спланированный и посчитанный. У них все посчитано. И весь этот обман нас в масштабах страны, он посчитан. До копейки. До копейки. Рубль дал как бы. Два. 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 Вот в чем дело-то. Вот меня это и поразило, что я думала, блин, ну они куда-нибудь затырнут эти 10 рублей. А они звонят, они даже рубль затыркнуть не могут. Я только удивляюсь, почему мне другие не звонят. С Москвы, с этого, куда там оно, в Нижний Новгород, куда там, не помню, короче, в Кировскую область куда-то улетела. Оттуда почему-то не звонят. Странно. Наверное, у них моего телефона нет. Может быть. А может они меня ищут, я не знаю. Вот в том-то и дело, что они мне вернуть не могут без моего заявления. А я его не пишу. По-устному тоже это нельзя. А то, что я дала им согласие на переписку, ну я им шанс дала со мной повзаимодействовать. Мне тоже надо протянуть время. Я же не знаю, что... Вот вы думаете, я же не такая грамотная, как вы, да, в этом плане. Мне надо протянуть время и за это время что-то обдумать и придумать. Не зря же вот люди, когда судятся, они там суд откладывают, переносят, берут больничный какому-то липовый, что не явился на судебное заседание. Человек не готов, ему приготовиться надо. Но вот и мне тоже. Я же, видите, одна действую. Я сама по себе тут, у меня никого нет. Меня даже семья не поддерживает. Я вот хожу, тыркаюсь везде с этими, со своими уведомлениями, с этими во все структуры писала, заносила. Там с ними разговаривала. И я, когда вот у нас ввели эти куриные коды и маски, я ходила без куриных кодов, меня везде пропускали. Я им показываю документы. Вот, вот, вот я уведомила ФСБ, что я не ношу маски, у меня нет QR-кодов, мне не надо. И никто не имеет права спросить. Вот МВД я уведомила, военную прокуратуру, МЧС я уведомила. Я всех уведомила. Вот ответы, вот. И меня везде пускали, понимаете? А там, кому я там знакома, они так крутили у виска, говорили, ты, б***ь, тебе зачем, ты, б***я? Зачем ты борешься? Надо уважать вахтеров, они так мало зарабатывают. Вот так вот люди говорили, понимаете? Вот. Поэтому, поскольку я должна где-то эту информацию добыть, а не из воздуха же я ее должна. И в голове тоже она у меня, ну, если знаний нет, она откуда возьмется? Мне надо где-то ее найти. Я сейчас даже на Ютуб не могу зайти и найти. Вот сейчас я должна, вот сейчас в такую ситуацию у меня жизнь поставила, что я должна, блин, из своего мозга ее выкачать откуда-то. То есть, ну, как бы, ну, какие-то документы я могу смотреть, но вот видео на Ютубе он мне не дает смотреть. А, ну да, какие-то там погоды я могу посмотреть. То есть, блин, то ли телефон мне вот так вот, они как-то, я вообще понять не могу. То есть, только я что-то на Ютубе набираю, открывается ролик и сразу скидывается. Я уже сто раз набирала. Это вот уже как три дня, как они меня заблокировали. Они мой заблокировали гугл-аккаунт, что ли, получать. Я вот не шибко соображаю. Но я с этим бороться не буду, потому что мне просто сейчас некогда. Я сейчас вот думаю, да, вот вы правы, и я и готовлюсь к этому. То есть, мне просто надо тупо брать листок, и на него вот эти вот вопросы все, ну, помаленьку я их задаю. И стараюсь направлять, то есть, они начинают мне какую-то лить в уши ерунду, а я говорю, подождите, давайте вот про это. А этот детектив – правильный вопрос. То есть, ну, как бы мы тоже с ними ищем точки соприкосновения. И инициатива-то сейчас от них идет. Это они мне звонят. Я и так, она несколько раз там что-то порывалась. Я говорю, послушайте, это вы мне сейчас звоните. Это я вам сейчас нужна. Вы мне не нужны. Это я вам нужна. Поэтому давайте будем разговаривать обо мне и то, что мне надо. Вы мне звоните или я вам? Вы мне звоните. Мне, я говорю, вообще на вас пофиг. Ну, я не так, как бы, я им не грубила. Но я им сказала, вы же сейчас мне звоните. Ну, так давайте. Я вот к вам три недели назад пришла, вы мне что сказали? Ну, не вы лично, но ваша контора. Ну, типа, идите отсюда и берите, где хотите. И вообще мы ничего не знаем, что вам не дадим. А я у вас просила вот такое, вот это вот заявление просила, вот это просила форму там мне ответить что-то. Вы мне заморочили голову, вы мне ничего не сделали. А сейчас вы хотите, чтобы я что-то для вас сделала? Я говорю, так не бывает. То есть у нас сейчас, мы торгуемся, у нас торги идут, понимаете? Ну, да, я потому и стала эту информацию распространять, потому что, ну, я, во-первых, думаю, что это интересно, ну, тем более опытным таким людям, как вот вам, я там еще кому-то кидала, но только вы отреагировали, больше никто не отреагировал. Потому что, чтобы она не потерялась, я думаю, да мало ли что они могут, может, они мне там кирпич, не дай бог, на голову уронят. Я не знаю, да, то есть я куда-то полезла, что-то там вскрылось, это, как это, я говорится, нет тела, нет дела. И мне надо было куда-то ее передать, эту информацию, чтобы она, ну, людям, нормальным, мыслящим людям, осознанным досталась, понимаете? Почему я стала искать там куда-то, каким-то блогерам кидать вот это вот? Ну, говорю, только вы вот отреагировали, больше никто не отреагировал. Наверное, никому это не интересно. Вот, потому что я думаю, что, во-первых, коллективный разум все-таки лучше, во-вторых, я тяну время, только я тяну его не в разговоре с ними, а тяну его, то есть я обрываю разговор, говорю, ой, сейчас я не могу говорить, всю трубку кладу. Они потом, они сейчас день-два они опять позвонят. Ей же в отпуск, уйти, ей все сдать надо, я в отпуск. Она мне будет опять звонить, а я приготовлюсь, надеюсь, напишу эти шпаргалки. А для этого надо просто сесть, посидеть и обдумать это все. Ну, и вот вы правильно все сказали, ну, это вот, именно вот куча вот этих правильных вопросов. Я же говорю, специально свой канал назвала «Правильный вопрос». Кучу задать правильных вопросов. А этот детектив – правильный вопрос. Ну, вот, Антон, я уже тут сейчас не включу дурочку по поводу того, что я тут, не знаю, неспособная, откуда-то тыкнула, что-то вылетело. Я ей сказала, я сделала конкурентные действия. Зачем я их сделала? Затем, что я сейчас вот собираю бумаги и вам пришлю на областной. Вы почитайте, посмотрите. А я вот этот пакет пишу о волеизъявлении, о признании моих вот прав живой женщины. Я и буду говорить, ну, признавайте меня. Признавайте мои права советского человека. Я вот ответы получила из Госархива, что я не выходила из СССР, в РФ не входила. Они прямо не пишут, какое у меня там гражданство. А я пришла в ПФР и говорю, вы почему мне написали в оплотном деле, что я родилась в 64-м году в РФе? В 64-м году вообще-то у нас был СССР. Это что такое, говорю, у вас написано тут? Пошла в ЗАГС, там с ними перебодалась, переругалась. Ну, как переругалась? Я ее воспитывала. Я выложила этот ролик на вот этот канал «Правильные вопросы» на Ютубе. Как я ходила? Показала, как они делают, какие ошибки, как она меня пыталась обмануть, как я звонила, как я все-таки добилась, блин, от нее и сделала то, что мне надо. Она у меня в справке о рождении написана СССР. И написано, что надо. Они мне и отчество неправильно с ошибкой, типа идите меняйте, платите. Я специально это все разобрала, выложила все это, чтобы не быть один на один. И все-таки это опыт, это знание. Но я не могу просто в себе это. Да мало ли что, я же не знаю, какую они могут провокацию сделать или еще что-то. Пусть оно будет, пусть люди пользуются и видят. Понимаете? Я думала просто, что у меня маленький опыт, и все такое. А люди мне пишут, да это круто, да это вообще полезно. И мы тоже теперь будем, ну как бы, я же это прошла, я что-то же получила, ну там пусть небольшое, пусть не такое там. Я только недавно это как бы начала делать. Поэтому я и говорю, что я сейчас, ну мне надо готовиться просто к этому разговору. И они, видите, областной пенсионный перекинул на районы пенсионной. Я вот тут, может быть, даже с вами немножко не согласна, потому что, может быть, это не так страшно, может быть, это действительно просто деньга им мешает. Что это просто как рычаг воздействия. Я не думаю, что я там сломала систему. Нет, потому что, если бы это что-то было важным, со мной бы взаимодействовал все-таки областной пенсионный фонд. А они перекинули на районы. А районы, вы понимаете, уровень специалистов. То есть они, в принципе, они спецы в какой-то своей маленькой, вот такой малюсенькой области. Почему я так говорю? Потому что, когда я вот обращалась тут к нотариусу, и оказалось, он не знает, что мы на континентальном шельфе. Когда я ходила в паспортный стул с этим капитаном, начальником паспортного стола, он не знает, что мы на континентальном шельфе. Он капитан, начальник паспортного стола в Муромцево. И он нифига не знает. Я ему конституцию принесла. Я говорю, смотрите, читайте. Он говорит, офигеть. Я говорю, ну или там обалдеть. Я говорю, да, обалдеть. Я говорю, а что, вы не читали конституцию? Он говорит, нет, ну мне некогда, у нас столько бумаг. То есть они даже конституцию, проект этот закона, хоть он там, блин, и не действующий, вообще не поймешь. Они даже вообще ничего этого не читали. Поэтому и вот эта местная тетенька с ПФР, она, кстати, даже не представилась. Я ее спросила, я говорю, вы кто, я с кем говорю, представьте. Она говорит, ну, я сейчас, говорит, в отпуск уйду скоро с 15-го. Конечно, да, вот выйти и вот так по душам поговорить с банковской группой ПФР, это вообще круто. Еще и самое главное, что она тебе звонит. А не я к ним звоню. Они бы, вот я бы сейчас к ним позвонила, ну, по своим каким-то делам. И что, они бы послали бы меня, сказали, не звоните. Вы куда, вы взяли наш телефон, вы что сюда звоните, вообще это не вас и не к вам, и вообще это не ваше дело. Вот вчера я звонила, когда в суд, пыталась этот судебный участок найти, на который мне прилетел этот приказ судебный. И они так разговаривают, вот так вот. И я думаю, блин, у них же есть там тоже госпошлина в суде, да? Ну, правда, оно идет на федеральное казначейство. Потому что я когда в ЗАГС хотела, сейчас вот я маленько прыгаю с одного на другой, я в ЗАГС тоже, когда, ну, те воли, извини. Я хотела на ЗАГС тоже кинуть конкурентные действия, сделать их, ну, типа, должниками. Но оказалось, что у ЗАГСа нету вообще этого расчетного счета, а он только в управлении федерального казначейства в Умской области. И когда я захотела на прокуратуру тоже с прокурором, тут мы с ним спорили в письмах. То есть я ему пишу, что я не акцептовала матчные режимы, это, 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 это. А я акцептовала права человека, там, Нюрнбергский кодекс соблюдаю, там, тут, 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 и я не ношу маски, я не принимаю икурины. На меня это не распространяется, я хожу везде свободно. Такую им оферту выставил. Он мне, значит, начинает, нельзя, ай-яй-яй, так нельзя, вы гражданин, вы обязаны соблюдать, думать о здоровье всех людей, всех граждан. Ну, начинает. И вот мы с ним вот переписывали. И я захотела тоже уже, как бы, ну, я как бы вексель писала, ну, немножко неправильно, там ошибки у меня были. И я захотела на прокуратуру сделать тоже, ну, какую-то, вот эти конфликтные действия, плату, также чеки. Выясняется, что наша прокуратура районная, как это, образована без образования, как она, короче, она без образования юрлица. То есть стоит шикарное здание кирпичное, огромное такое, богатое. Они там все ходят с важным видом. А у них даже нет этого юрлица вообще. Это как так может быть организовано? Нерасчетного счета, да у них вообще там ничего нет. То есть есть вот областная прокуратура. И тогда я стала искать вот эти счета, вот как у меня пошло так, что я стала рыться, просто рыться, везде искать, счета вот этой прокуратуры. В одном месте нашла какой-то расчетный счет, забила, написано, он ликвидирован. В другом месте нашла какие-то вот эти БИК, ОКТМО. А потом, когда я проплатила, у меня оказалось, что оно улетело куда-то в другие области. Вот, ну, как сказать, я вообще вот не бухгалтер, ни разу не специалист вот в этом. Ну, вот у меня вот так вот оно пошло, пошло, пошло. Я начала рыться, искать. Ну, и вот сейчас вот я к этому пришла, что вот пенсионные, значит, стонет, заберите 10 рублей. Вот. Хотя я туда послала на ПФР 50, ну, как бы по 10 рублей 5 раз за разные вот эти чеки. Но пока только вот пришло, увидели только тут. Те, наверное, вот я там в Москву что-то улетела, они не увидели, видать, это. Потому что я 5 раз послала им. Вот. Я не думаю, что это что-то глобальное. Оно просто, у них не сходится баланс. Я думаю, что это все-таки на местном уровне. Я не думаю, что эта система трещит по швам. Она бы затрещала по швам, и это было бы что-то глобальное, если бы это делали тысячами люди. Вот если бы это делали люди тысячами, писали, нас слали на прокуратуру, на это, вот эти конкурентные действия, вот эти деньги туда, на федеральное казначейство. Они же тоже не могут свести балансы. И у них там трындец получается. Вот когда это будут делать люди тысячами, сотнями, порублю. Рубль дал как бы! Два! 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 Вот пусть порублю. Только да, долго тыкаться, вот эти циферки набирать надо, там вставлять все. Ну, я думаю, скорее всего, они бы, конечно, может быть, закрыли эту вот, как она, оплата произвольной суммы, это вот в Сбере, вот я вот поэтому платила, по этой штучке, ну, как там наименование. Но я не только, я и была по реквизитам, и была по ПФР, я прямо нашла вот в этом дополнительные государственные услуги, вот там, ну, Сбербанк онлайн, государство дополнительные госуслуги. И там есть, вот вниз крутишь, крутишь, вот это, ну, список этих организаций, ну, из которых там есть, там не все, конечно. И там есть Пенсионный фонд России. И я на него платила, прям нажимала. То есть я, три варианта я делала, три варианта вот этих испробовала. И я говорю, был бы смысл, если бы это делали многие люди. Ну, я думаю, система бы нашла, как защититься. Она защищается, система. Ну, я нашла, вот, допустим, куда я там переводила, в каких-то судебных разбирательствах, и там был вот расчетный счет прокуратуры, допустим. Просто рылась в интернете. И вот искала какие-то там, ну, пыталась даже на прокурора, но у него не было вот этого расчетного счета личного. Там, иныны только. По иныны не получилось у меня платежи сделать. Я вообще в этом не специалист. Ну, вот то, что получилось, то получилось. Ну, как вариант, когда они позвонят, в самом конце можешь сказать, слушайте, я вообще не понимаю, кто мне звонит, вы мне ни доверенность, ни паспорт, ничего не можете показать. Так что, давайте это в письменном виде все, вот на этот адрес, короче, с печатью, с росписью, это заверено надлежащим образом, при этом приложите копию паспорта, копию доверенности, нотариально заверенного. Я рассмотрю, посмотрю, проверю все эти документы. Тогда, может быть, отвечу. Пишите письменно, короче, в письменном виде и с приложением паспорта и доверенности, нотариально заверенного. Хотя я и в полицию вот это относила, ну, вот эти уведомления свои, что я не соблюдаю, не принимаю, не акцептовала свою им оферту, что я свободно везде передвигаюсь, никто не имеет права меня задерживать, хожу, перемещаюсь свободно, не приношу ничего запрещенного, там, с уважением ко всем людям. В общем, я, блин, писала и так, и так. Ну, они приняли, как бы, отреагировали нормально, нормально. То есть, как бы, у меня вот такая пачка есть документов, вот тоже могу это ее выложить. То есть, я, да, я вот это и планировала их в письме запросить именно, что предложить им договор заключить на выгонных для меня условиях. Потому что у нас морское право, и все делается ты мне и тебе. Ничего, как говорится, личного и никаких там типа за красивые глазки. А вот так вот, ну, они же структуры, вот. Мне вот нужно конкретно, чтобы они мне там пересчитали пенсию. Она, а, сегодня вот что было. Она начала оправдываться. Я говорю, почему у меня стоит стаж ноль? Вот почему? Она говорит, ну, вы поймите, что... А может быть, правда так? И вот люди пишут, стаж ноль нас обманули. Она говорит, ну, потому что вы, когда получили пенсию, вам ее начислили, он обнулился. И теперь, если вы пойдете работать, он типа опять пойдет. Я думаю, или врет она, или так и есть. Вы понимаете, что? Вот кто занимается пенсионным? Мне надо было им кинуть, но мне кажется, я кинула всем, ну, там просто я кидала в разные видео там за разное время. Может, кто-то не увидел эти... Кто вот в пенсионном-то занимается? И она мне говорит, значит, что... Вот так вот. Что? У вас он обнулился, когда вы вышли на пенсию, тут те все баллы, все это, ну, типа... Оно же вам, как... Ну, типа, посчиталось? Я говорю, как так может быть, обнулилась? В общем, такой был разговор, что она мне пыталась оправдаться, почему у меня стаж стоит ноль. А у меня там, ну, не такой большой, 26 лет, ну, как бы, ну, не ноль. Вот. И вот как бы их по каждому пункту. А для этого мне надо поднять, у меня там где-то в галерее, где у меня скриншоты я делаю интересно. У меня 5000 этих скриншотов, и мне нужно найти тех, где вот это я, свое дело выплотное. И вопросы вот по каждой странице. А почему так? А почему написано, что я вот гражданка РФ? А потом они мне написали, гражданка России. И я им принесла документы, там, красная паста, и писала, что я гражданка СССР. Ну, как, вроде как бы. Ну, не точно не РФ. Вот. Кстати, кстати, когда я им пришла, я писала на перевод пенсии, я побоялась, что вдруг ведут эти куриные коды, когда вот в Татарстане, там, в банкоматах начали выдавать деньги по куриным кодам. Я, конечно, пугалась, решила, что я должна делать упреждающие действия. И пошла, я написала заявление, чтобы они мне давали пенсию, носили на Адам наличкой. Думаю, да мало ли что, или коды, или на какую-нибудь закроют все, и вот так без денег. А так они мне домой принесут, думаю, вот. И когда я это писала, они мне дали заявление, вот это там было, якобы с локом написано, я все это поисправляла, повычеркала, вместо даты написала день выдачи, там все по-своему, ну, красной пастой. Их прям трясло от этого, но они промолчали, все это приняли. И самое интересное, когда потом, последний раз я была, они мне принесли воплотное дело, но в руки не дали. И я увидела, что вот эта моя вся писанина красной пастой вклеена. Я думала, они это выкинут, или перепишут от себя, как им надо. Нифига. Они все это вклеили в это дело. Вот это именно все там, вот, вы какой-то ерундук, это бред тут написали. И я не стала спорить. Но факт тот, что они это вклеили все-таки туда, вставили в это мое воплотное. Вот что интересно. Правда, на деньгах это никак не ощутилось. Я думаю, надо делать быстро, потому что не такое, что там это ценное видео, а так оно, знаете, что, оно выйдет, и люди начнут думать, а кто-то пойдет и сделает, как я, попробует, а может у него вообще получится круто. Я не знаю. Запускай оно, если у вас есть, как, ну, я поняла, вы технически, можете это сделать. Но интернета нету, потому что я и так плачу, но я как бы на пенсии сейчас уволилась с работы. Уволилась, вот честно скажу, чтобы вот в этой теме, ну, просто я приходила с работы, я в детском доме в последнее время тут вот, когда устроилась, и мне не было времени, чтобы вот это изучать, вот эти темы живых, вот эти свидетельства я делала, я вот эти, моталась там, письма себе отправляла, оживлялась там, и у меня, в общем, только с шестого раза получилось, как вот, ну, чтобы в системе оно прошло, то есть у меня все это туго было, я тыркалась, и очень много я смотрела, изучала, и у меня не хватало времени. Когда я с работы приходила, я просто, ну, выжатая там, ну, дети, дедомские, они, ну, им надо очень много отдавать, и ты просто потом овощи приходишь, вот выжатый весь. Я уволилась, и все, и засела за это, сижу вот, ну, как бы, все, ушла в эти бумажки, в эти законы, там, эти все видео, все блогеров, вот вас, Наталью, там, то есть весь цвет, я считаю, нашего общества, цвет народа, это вот эти блогеры, Андрей Топорков, это вы, это Сургутнадзор, вот это товарищ Сталин, правда, есть там, Леонардо этот, Николай, и, короче, вот, вот, все, я туда ушла, вот, целиком в это, и все, и мне не надо эту работу, и не надо эту зарплату, вот, и я ушла туда, и не жалею, у нас же коллективное сознание, есть люди, которые бухгалтера, есть люди, у которых вообще мозг заточен, ну, как-то они уже соприкасаются, может быть, они что-то придумают, надо сразу кидать, и все, оно пошло, оно как снежный ком, пока тут они мне, ну, конечно, они позвонят, я думаю, и это будет звонить, у них же баланс не сойдется, у них же 30 апреля, квартал закрывать надо, но все равно будут звонить, куда им деваться, а потом год надо будет закрывать, ну, вот, будем смотреть сейчас, что делать, я думаю, что это правильно, и можно с ними начать взаимодействовать, то есть, они вот такой язык понимают, когда у них что-то неудобно, и им надо, они начинают с человеком взаимодействовать, вот, вот так вот это система, а так и с ними разговаривать, писать, с флагами бегать, бесполезно, вот так вот, заслать им туда, даже можно 100 рублей заслать, у них сразу там 100 тысяч появится, ой, это же не 10 рублей, а можно и рубль в принципе, рубль дал как бы, два, 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 массово, массово, и посмотрим, именно вот лучше пенсионерам это делать, вот, делать их, короче, получается, что они типа должники, но даже нет, даже не должники, а получается, что они, ну и должники вообще, что, ну, просто у них не сходится, попонятнее, что, ну, я вот потому и записала, тогда, когда я это делала, думаю, а вдруг пригодится, я же не думала, что будет такой результат, я думала, просто, ну, чтобы самой не забыть, если кто-то спросит, куда ты тыкала, на что-то нажимала, что я просто видео-то кину и все. О, идея пришла, Антон, смотрите, надо сказать так, пишите мне письменно, на вашем бланке, ну, вашем, как он там, гербовой, ваш этот, ну, вашей конторы бланки, обращайтесь ко мне, как к живой женщине, Наталье, вот так вот, и я их, можно заставить их, этой ситуации, признать себя живой, через вот эту систему, это будет очень круто, если они меня так признают, и напишут ко мне, именно как к живой, я уже могу тогда пенсионной нагибать, туда в Москву писать, что я признана, значит, живой женщиной, давайте мне, короче, пенсию не как мигранту, я вообще не мигрант, вот так вот можно попробовать, ну, вот, они вообще местные, чтобы закрыть свой баланс, могут это написать, они же не понимают, они вообще этого не понимают, я пыталась, ну, они, короче, не в теме, и они могут написать, ну, хорошо, напишем моей живой женщине, только чтобы она отвязалась, ты уже потом можешь это использовать, надо вот это продумать, что заставить их, в письменном обращении, если они мне напишут, как на физлицо, написать, что я генеральный исполнитель, живая женщина, а вы мне приславили на физлицо, физлицо вам ответить не может, пишите на живую женщину, как они нас заставляют, пишите, вот пишите, вот обращайтесь, пишите за просьбой, вот пиши сами, пускай сами, как говорится, за что боролись, на то и напоролись, я сегодня разговаривала со Сбиром, с разными операторами, пыталась, знаете что, раскопать, что-то получить у них информацию, я вам скидывала чеки, представляете что, у них расчетный счет идет по 643 коду, а корс счет по 810, ну вот допустим, у меня тут получатель получился, управление федерального казначества, Покровская область, там какой-то центр эпидемиологии, ну в общем не важно, в общем я посылала на прокуратуру, поулетала куда-то, в какой-то центр эпидемиологии, это эпидемиология, и еще счета, ой, чеки, значит там, на ПФР, я посылала на местные, ой, на ПФР России, а улетела Московскую, в Москву и Московскую область, и вот смотрите, у них у всех на этих чеках, еще улетела у меня, какой-то, сейчас, какой-то, сейчас, секунду, секунду, Нижний Римский, какой-то департамент по управлению, муниципальным имуществом, какой-то Нижний Римского района, Иркутского областа, ну, посылала вообще я на прокуратуру, делала компенсационные действия, а улетела вот в разные места, и у всех у них, расчетный счет, 643-й, я сейчас только обратила внимание, ну, сегодня, а курс счет 810-й, то есть получается, я вот разговаривала с девчонками Сбербанка, и одна из них, ну, в общем, я несколько раз звонила, потому что, ну, как бы с каждым разом я что-то, ну, начинаю понимать, потому что я не бухгалтер, и у меня очень это вообще плохо все понимается, и она мне говорит, что, я не говорила, какая организация, она говорит, значит, эта организация, ну, как она, за рубежом находится, я говорю, да не может она, ну, как бы пенсионный фонд, он вообще-то тут же находится, да, она говорит, нету, получается, что эта организация, раз у нее такой счет, это счета, вот эти 643-е, они для заграницы, а получается, я что, перечислила свой рубль, и свои вот эти 10 рублей несколько раз там, что, я за границу, что ли, деньги перевела, получается, вот в чем вопрос, там я в видео, у меня есть оно, и прямо с одной, ну, там, с этой минуты, то есть, мне вот эта девушка, оператор говорит, это счет для заграницы, то есть, получается, что я им перевела вот эти комплиментные действия, и я, получается, блин, может, я вообще там что-то финансирую, оно ушло за границу, что ли, по 643-му, пыталась добиться от нее, как оно, когда оно перевернулось, говорю, у меня же, ну, мой счет же в 810-м, раз я тут, ну, по идее должен быть, да, а как, как я могла своей валютой в 810-й перевести на вот этот же ПФР, на 643-й, и она ничего не может сказать, ну, я думаю, в Сбербанке тоже, я не знаю, как, я там попыталась, ну, типа, претензию, обращение, чтобы они мне, ну, какой-то кассовый ордер, там, ну, как, как вот тут распечатку дали, она сразу, нет, это идите в свой местный этот, и там вам может быть, может быть, они дают, я говорю, а вы что, не знаете, дают они или нет, я не знаю, то есть, вот еще интересно, куда эти деньги-то улетели, ладно, 10 рублей прилетело на местный пенсионный, на областной, хотя, по чекам на московский, а эти, ну, в общем, короче, я не пойму, то ли, может быть, эти счета у них для инвестиций вот этих, про которые Наталья Рыбкина рассказывала, ну, интересная просто информация, я как бы не за тем, чтобы вы мне отвечали, а может быть, где-то вы там же, ну, более опытные блогеры, общаетесь, может быть, это будет полезно, что вот расчетный счет в 643 валюте, а курс счет у этой же организации, 810, нормально, да, то есть, получается, что я им на расчетный, на 643 перевела, я говорю, а как это могло быть, я же, я говорю, вот, билетами Банка России рубль этот перевожу, он же, ну, как по 810, и тоже что-то она так, ну, как бы я теперь обеспокоена именно тем, что, может быть, я куда-то за границу профинансировала, эти деньги вообще неизвестно куда, тем более сейчас такая международная обстановка, мы вообще не знаем, куда они ушли, и вот теперь я не знаю, я даже эти чеки, хотела их использовать, как континентные действия, а теперь я не знаю, а теперь я не знаю, а теперь я не знаю, это я не знаю, я знаю, что это я не знаю,